Сегодня по приглашению представителей правительства Азербайджана состояла встреча с группой участников экоакции, организованной по дороге Лачин-Ханкенди и продолжавшейся 138 дней. На встрече специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айден Керимов отметил, что 23 апреля сложилась новая ситуация в связи со строительством подразделениями Госпогранслужбы контрольно-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе. Поэтому участникам было предложено прекратить акцию. Экоактивисты отметили, что учитывая частичные достижения требований, а также неоднократные обращения, они приняли решение временно приостановить акцию протеста. Далее более подробно обо всем нам расскажет мой коллега Мурат Ахундов. Мурат, здравствуйте, тебе слово. Добрый вечер, Телли. На протяжении почти 30 лет сепаратистский режим в Ханкенди, проводя свою оккупационную политику, превратил некогда красивейший регион в пустыню, усеянную минами. После завершения Второй Карабахской войны, в той части, где временно дислоцировались российские миротворцы, армянские сепаратисты возобновили разграбление природных ресурсов Азербайджана. Это не могло остаться без внимания официального Баку. И мониторинговая группа, в состав которого входили представители Министерства экономики, Министерство экологии и природных ресурсов, а также закрытого акционерного общества Азерголд, должны были провести мониторинг. Однако, несмотря на договоренности с российской стороной, азербайджанские экологи столкнулись с провокацией радикально настроенных лиц армянской национальности, которые так и не дали провести мониторинг на месторождениях Демерли и Казелбулак, где с 2020 года велась незаконная эксплуатация, а добываемые полезные ископаемые вывозились через Лачинскую дорогу на территорию Армении. Спустя несколько дней после этой провокации, 12 декабря, группа азербайджанских экоактивистов, а также представителей гражданского общества начала акцию на участке дороги Лачинхан-Кенде, проходящем через город Шуша. На протяжении 138 дней отважные экоактивисты, несмотря на суровые зимние условия, 24 часа в сутки продолжали протестовать против разграбления природных богатств Азербайджана. Экоциду нет, мониторингу да, стоп-экоцид и другие подобные лозунги, призывающие к прекращению незаконных работ в Карабахе, навсегда запомнятся армянским сепаратистам. Требования, которые выдвигали наши экоактивисты, они частично были выполнены. Как минимум мы знаем, что эксплуатация вот этих полезных скопаемых на двух известных рудниках, она была приостановлена. Как минимум мы знаем, что эта работа осуществлялась со стороны криминального лидера сепаратиста Рубена Барданяна. И мы знаем, что эта работа была приостановлена. Раз, с другой стороны, экологический террор пока в отношении Азербайджана, который имеет место. К сожалению, и в частности с его важным, то есть с таким компонентом, как минный террор пока осуществляется в отношении Азербайджана, я думаю, что сейчас уже складывается совсем другая ситуация. Как минимум на езде в Лачинский район, на государственной границе Азербайджана был установлен контрольный пропусковый пункт. 23 апреля государственная пограничная служба Азербайджана заявила об установлении на условной Азербайджано-армянской границе проходящей через мост на реке Хакари, что еще раз доказало всему миру нерушимость воли азербайджанского народа. Официальный Баку не раз заявлял, что относится к армянам, проживающим на временно подконтрольных российским миротворцам силам, как к своим гражданам. Те, кто готовы жить на этих землях, приняв азербайджанское гражданство, получат такие же права, как и все остальные граждане страны. Однако страх перед военной хунтой, захватившей власть в Карабахе, а затем и приезд псевдопатриотов-миллиардеров замедлили процесс интеграции армян-Карабаха. Но реалии таковы, что сейчас все дороги, ведущие из Армении в Ханкианди, Агдаря, Ходжавен и другие города и населенные пункты в Карабахе, где массово проживают армяне, находятся под контролем пограничных войск Азербайджана. Отныне не будет ни новых мин, ни нового вооружения, которые активно завозились после поражения Армении во Второй Карабахской войне, чтобы вести медленную, но очень жестокую войну против Азербайджана. В результате этой подрывной деятельности около 300 человек стали жертвами мин, из них 46 погибли. Сотни людей получили ранения и навсегда остались коллегами. Установка КПП вызвала шоковый эффект в армянском обществе. Посыпались обвинения в бездействии в адрес российского миротворческого контингента и даже говорили о тайном сговоре между Баку и Москвой. Тем не менее, Азербайджан, пользуясь своим правом устанавливать КПП на своей территории, сделал это. А акция на дороге Ла Ченхан Кианды, хоть и не добилась полностью поставленных целей, сделала все, чтобы показать миру то, что азербайджанский народ ценит и любит свою землю и не собирается мириться с бесчинством и грабежом груда сепаратистов на своей территории. И если 44 дня в 2020 году не стали уроком, то значит урок до конца не усвоен. Соответственно, нужно будет объяснить этот урок еще раз. Азербайджан показал, кто является хозяином данной территории, данного региона. И что никакие сепаратисты там не имеют никаких возможностей для того, чтобы продолжать не считаться с мнением хозяина этой страны, этой территории, которая давно уже находится под контролем Азербайджана. Единственное, что там осталось, это российские миротворцы, которые продолжают в какой-то степени оставлять какие-то непонятные иллюзии. Цели были достигнуты. И я думаю, что Армения будет вынуждена в ближайшее время сесть за слов переговоров и, в общем-то, довести дело до мирного процесса, который, в общем-то, затянулся через чур долго. Так долго, в общем-то, мирный процесс никогда нигде не тянется. С первых дней этой акции армяне заявляли о блокировке Лачинской дороги и подняли вой, мол, мы в блокаде. 138 дней, ежедневно, несколько раз в сутки колонны российских миротворцев с разным грузом, начиная от подгузников, заканчивая Рубеном Варданяном, проезжали по этой дороге. Несмотря на утверждение о блокаде единственной дороги, затем стало известно, что сепаратисты неплохо и пользовались альтернативной горной дорогой, посредством которой в Ханкенде сбрасывались вооруженный личный состав армянской армии, а также различное оружие, а взамен в Ереван отправлялись золото, молибден, медь и другие полезные ископаемые. И несмотря на так называемую блокаду в Ханкенде или других населенных пунктах, где массово проживают армяне, еще никто не умер от голода, не закрылся ни один ресторан, не прекратило свое существование какое-то предприятие. Мы неоднократно показывали вам кадры с ханкендинских суши-баров, кафе и ресторанов, где в условиях, как они сами утверждают, жесточайшие блокады и массового голода проходят праздники, дни рождения, концерты и вечеринки. А Рубен Варданян за все свои месяцы правления в Хунте так и не похудел ни на один килограмм. Этот миф был разрушен азербайджанскими журналистами, в том числе и нашей съемочной группой, которая на протяжении 138 дней освещали экоакцию и показывали всему миру правдивую картинку о том, что никакой блокады нет и не было. Дорога Лаченхан-Кянды была открыта для всех целей, кроме военных. Автомобили Международного комитета Красного Креста, российских миротворцев и скорой помощи сотни раз, если не тысячи, беспрепятственно проезжали по этой дороге. Все призывы армянских сил, а также некоторых предвзятых стран, как Франция, Люксембург, Канада, рушились, когда каждый раз колонны российских миротворцев или машины Красного Креста проезжали по якобы заблокированной дороге. Цель акции была проста и частично она добилась своего. Сейчас прямо на мосту Хакари стоит контрольно-пропускной пункт погранслужбы Азербайджана, а на участке, где буквально сегодня стояли экоактивисты и волонтеры, ситуацию контролируют военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана и полиция города Шуша, как и на всей территории суверенной Азербайджанской республики. Спасибо большое об акции экоактивистов, которая продолжала 138 дней, рассказал Мурат Ахондов.